моя лекция была в дуже стыслому виде завтра у меня в альтер скуле на чернышевского будет более развернута лекция мы там сможем поговорить обо всем поэтому кому это интересно приходите пожалуйста завтра на неземных объектов как амид и так далее нашли различные органические майкл таких аминокислоты основания ладно аминокислоты там опыт миллера юрия показывает что это возможно на самом деле конечно вопрос происхождения жизни он тесно связан с темой моей лекции возможно было бы логичнее сначала поговорить о происхождении жизни так бы мы смогли обо всем этом говорить на самом деле ну что я могу сказать никто не может ничего сказать конкретного гипотезы то есть возможно как одна из гипотез таких более менее похожих на правду в момент мы мы знаем да что материал строительный нашей земли был сформирован во взрыве сверхновой вот все тяжелые вещества там тяжелее углерода были сформированы в процессе этого взрыва соответственно когда взрывала звезда она разбросала свои внешние оболочки и вот где-то там на внешние границы возможно были какие-то условия там для синтеза каких-то интересных вот молекул как бы это в самых общих чертах да да нужны ферменты откуда они в этом взялись никто не знаю но не там есть это загадка фактически то есть на самом деле в этом можно сейчас только рассуждать да что-то слышал про условия златовласки я тоже что-то слышал про условия златовласки честно не помню сейчас это 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 все вопросы о происхождении жизни и очень интересны но это немножко другая тема я просто не могу же охватить все размер планеты я понял я понял да а дело то что раньше считалось что обитаемая зона гораздо меньше считалось что уже за пределами марса можно ничего не искать сейчас представление об обитаемой зоне сильно расширились связи с тем же с с тела дам с европой то есть там нет энергии солнечной достаточно для того чтобы вообще было что-то интересное вообще происходили какие-то даже геологические процессы то считаю что просто там мертвые какие-то ледяные тела или каменные вот оказалось что достаточно как есть другие источники энергии это буквально после последние 20 лет немножко представление меняются то есть обитаемая зона сильно расширяется как может быть кремниевая жизнь в может существовать жизнь на не не на углеродном основании на основании там тоже кремния но скажем ее вероятность меньше потому что кремния например у него есть такое свойство он образует очень трудно разложимые оксиды до силикаты и химическим путем быть сложно разлагать вот поэтому ну там как бы жизнь столкнется с рядом сложности плюс вода водород кислород и углерод это самые распространенные вещества во вселенной есть на основании цинка если я не ошибаюсь там интересное построение под длинных полимерных молекул но цинка на четыре или пять порядков меньше во вселенной чем углерод его просто очень мало и в таких маленьких концентрациях ну сложно предположить о том что там биогенез какой-то пойдет хотя к каким возможно где-то секундочку я еще два предложения в каких-то местах вселенной возможно каким-то образом такие скажем концентрации есть если они там есть ну как бы такая жизнь может существовать ну на основании кремния все-таки меньше вероятность может корей цинковая на титане а титане они не говорил вот на титане немножко другие условия на титане тоже могла существовать может существовать жизнь но совсем другая потому что там холодно там где-то минус 170 градусов и там есть жидкость но это не вода это грубо говоря газы которые метан фактически метановые озера существуют текут идут метановые дожди вот если таких условиях будет существовать жизнь она не будет похожа на земную совершенно вот это будет очень интересно секундочку я опять же что источники энергии на европе прилип релевное влияние юпитера вот соответственно если в ядре есть энергия то скорее всего какие-то вещества выбрасываются в том числе и в воду снизу с еда да как бы происходит какие-то выбросы чего-то это напоминает наши черные курильщики а черные курильщики которые на дне океана в разломах тектонических плит существуют они сейчас наиболее одни из наиболее вероятных кандидатов на возникновение жизни то есть раньше считалось что жизнь произошла где-то где-то в воде в растворах скорее всего как раз на поверхности и вот таких экстремальных условиях то есть там температура очень высокая это 400 градусов много всяких ядовитых веществ сероводород больших количествах да ну вот именно там скорее всего она и возникла ну взаимосвязана масса размер и химический состав таким образом что он просто если планета большого размера и большой массы это газовый гигант если планета небольшого размера и средней массы грубо говоря то это ну крем неземная даты каменный шарик похоже на землю и если этот каменный шарик расположен вот примерно ну там от венеры до марса да то там может существовать жидкая вода это старое представление скажем об обитаемой зоне просто если он ближе существует это расплавленный каменный шарик на котором не может быть ни воды ни жизни вы говорите о том что например на титании может быть жизнь вообще принципиально другая если мы вот грубо говоря обнаружим какие-то вот подозрения на жизнь на каких-то других планетах как мы сможем доказать то что это именно жизнь отлично личный вопрос доказать что это именно жизнь сейчас я сорвалирую на место вопроса опять же я просто очень много как и выпускаю потому что обо всем не скажешь если еще интересный вопрос об источнике происхождения этой жизни на самом деле и земле и земля то могла заразить солнечную систему жизнью то есть метеориты могли перенести жизнь как на землю так и с и земли вот они другого вы о нем не спросили поэтому об этом не буду говорить как определить что это жизнь на самом деле если это будет белковая жизнь то мы легко сможем определить потому что нам известны эти вот кусочки скажем цепей до которые мы там увидим длинных молекулярных если это будет не белковая жизнь это будет сложнее потому что если она не будет функционировать но скажем будет только гипотетически наверно можно сказать что это может быть жизнью да опять же если это будет какой-то длинный кусочек полимерной какой-то молекулы на не белковой наверно это будет только гипотеза надо будет увидеть в действия что такое действие жизни фактически это само воспроизведение освоение до освоение каких-то источников энергии то есть она будет функционировать она не будет лежать камни, она будет что-то вот делать. Но это же, говорит, она в действии. А если мы какой-то отрывочек получим, ну тогда это интересная будет проблема. То есть фактически человечество интуитивно ожидает увидеть что-то себе подобное. Какая-то подобная земная жизнь. Есть научные основания. Я считаю, что жизнь будет, скорее всего, органическая, то есть на основании углерода. Я сказал о них. Если говорить именно о жизни, а не о разумной жизни. В разумной жизни это все гораздо сложнее. Я об этом сейчас вообще не могу говорить. Слишком объемная тема. Завтра. С удовольствием. Про белковую жизнь. Вернее, не белковую, это я просто уже так заговариваю. Про органическую. Она может быть не обязательно белковой. Она может вообще, скажем, не использовать белки. Это может быть РНК-мир. То есть мир, который действует, все делает то, что должна делать жизнь, воспроизводится, но не использует белки. Это может быть. Очень интересно получить какой-то генетический материал неземного происхождения. Это было бы очень интересно. Потому что генетический материал земного происхождения все-таки очень сходный во многом. Все живые существа абсолютно, начиная от вирусов и заканчивая грибами, которые говорят, что они вообще инопланетного происхождения. Нет, они используют те же 20 именно кислот. Хотя именно кислот может существовать тысячи, но используются именно эти 20. И так далее. То есть очень много процессов у нас происходит одинаково. И мы можем только предполагать, как могли бы происходить другие процессы. Поэтому если мы найдем эту жизнь, будет два следствия. Во-первых, у нас получится огромный научный материал. Во-вторых, на науку дадут больше денег. Ну реально. То есть сразу будет такой прорыв. Потому что сейчас, на самом деле, я не читал обоснования всех космических программ. Но я думаю, что во многих из них, в программах НАСА, написано. Поиски жизни. И чиновники смотрят на это. Ну ладно, дадим денег, ищите жизнь. А по факту, у них есть ресурсы и способы жить на Марсе? По факту, идет война за ресурсы и на Марсе грузы? Нет, это да. По факту, мало кого интересует. Это да. Но я думаю, ты не согласишься с тем, что если жизнь найдут, то денег дадут больше. На борьбу с этой жизнью. Мне уже сигнализирует, что я нарушил все регламенты на свете. Да, я прошу прощения.